Приветствую вас по форме вашего вопроса. Я могу предположить, что вы задавали его в раздел эзотерики, а не в раздел психологии, потому что именно в разделе эзотерики занимаются тем, что предсказывает будущее. С точки зрения психологии, чтобы выйти замуж, нужно определить, какая вы женщина, какая у вас женская модель поведения, какая у вас женская составляющая, то есть что вы можете дать мужчине, чем вы можете его привлечь, какого именно мужчину вы можете сделать, например, счастливым, какого именно мужчину вы можете, например, заставить подчеркивать себя таковым и так далее. На самом деле это не такие простые задачи. То есть для того, чтобы выйти замуж, нужно быть активным, нужно стремиться делать мужчину счастливым. По возможности, ну, надо бы четко понимать, для чего вам вообще замуж, с какой целью оно вам. Ведь если вы хотите получить от замуж, допустим, что-то, ну, что угодно, например, там, какое-нибудь, допустим, счастье, да, или там, защиту, или что-либо еще, понимаете? Вот. То, соответственно, соответственно, я думаю, что в первую очередь нужно определиться с тем, что вы сами можете сделать, для того, чтобы это все получить, дабы не быть зависимой от отношений с мужчиной, дабы не быть зависимой от него самого вообще. Это важно. Это важно. Это важно, если вы хотите устраивать отношения, ну, скажем так, адекватные, да, это важно, если вы хотите устраивать отношения гармоничные. Я не говорю равноправные, потому что я не знаю, какие у вас предпочтения в отношениях, да. То есть, может быть, вы хотите, чтобы ваш мужчина, чтобы ваш мужчина вами управлял, там, или, может быть, как-то был ведущим, понимаете? Вот. То есть, здесь, конечно, возможно, возможны определенные варианты. Вот. Но важно понимать, важно понимать, что вне зависимости от вариантов изначально нельзя быть зависимой от мужчины в любом случае. Можно показывать ему свою слабость. Да. Свою слабость мужчине показывать, в принципе, можно. В этом нет ничего плохого. В слабости. В женской слабости. Но слабость свою нужно показывать тоже грамотно. Если вы будете показывать свою слабость и давить этим на мужчину, то вполне возможно, что он от вас будет готов сбежать. Поэтому слабость нужно показывать ненавесиво. Например, потихонечку перекладывая на мужчину какие-то вещи. Какую-то ответственность. Допустим, ответственность за, ну, например, вас. Ответственность, например, за то, куда вы, допустим, пойдете, что вы, допустим, будете делать, ну, и так далее. То есть вариантов достаточно много. Наобходимо также определиться с тем, где именно вы будете пытаться встречать своего мужчину. То есть это не работает так, что вы его захотели встретить, а пошли и встретили. Нужно определиться с тем именно, где вы будете его встречать, как вы будете его встречать, на почве чего вы будете его встречать. Понимаете? Понимаете? Важно, чтобы то общее, что между вами, например, было бы, важно, чтобы это общее относилось на какой-то деятельности. Ну, какой-нибудь деятельности. Желательно, конечно. Чтобы у вас было побольше общего, побольше общих интересов, побольше каких-то общих увлечений, ценностей, ну и так далее. И так далее. А при этом важно, чтобы мужчина за вами ухаживал, ему хотелось ухаживать за вами. Чтобы у него была мотивация. И если мы говорим о мотивации уже, то можно поднять вопрос и о том, чтобы была конкуренция. Чтобы была здоровая, то есть вам самой желательно сделать так, чтобы мужчины вокруг вас, мужчины, с которыми вы, например, взаимодействуете, допустим, то они знали, что вот есть, например, вы, которая порядочна, да, которая с мужчинами, например, не спит, с незнакомыми. Но при этом, которая достаточно легко с ними знакомится, взаимодействует и, если нужно, сближается и проводит время. Ну и не бояться предпринимать подарки, принимать ухаживание, не бояться общаться, не бояться открываться людям и так далее. Я не сказал бы, что это какие-то очень трудные и тяжелые условия, которые вы ни за что не можете выполнить, ни за что не смогли бы выполнить в реальной жизни. Напротив, думаете мне, что все это выполнимо, если только вы будете понимать, почему для вас так важно выйти замуж. Очень часто мы не можем выйти замуж именно по той простой причине, что чрезмерно этого хотим. Мы настолько сильно хотим выйти замуж, ну или завестись с семьей, это не так важно, да, мы настолько сильно этого хотим, что порой, порой даже забываем о том, что наша мотивация, ну чрезмерная мотивация, чрезмерная мотивация, мешает нам, мешает нам, достичь этой, в общем-то, ну я бы не сказал, забакуюсь с лодной целью по современным меркам. Но проблема заключается в том, что чем сильнее мы этого хотим, чем сильнее мы этого желаем, тем более нехарактерные действия мы предпринимаем для того, чтобы достичь, ну, желаемого достичь цели и так далее. И исходя из этого, несложно предположить, что если вам хочется, чтобы вы таки вышли замуж, нужно для начала перестать этого хотеть, понять, что в замужестве, в замужестве, вы сами получите что-либо вряд ли, ну, по крайней мере скажем так, в условиях, в условиях русских, в условиях России, вы получите что-либо вряд ли. Потому что, потому что, потому что, в брак нужно вкладывать. По мнению мужчин, русских, опять же, в брак нужно что-то вкладывать. И я не буду сейчас говорить о том, правильно это или нет. Я не буду об этом говорить. Потому что каждый этот вопрос решает сам для себя. Я хочу, чтобы вы просто заострили на этом свое внимание. Это очень важно. Это очень важно. Что вы хотите конкретно от брака, зачем, для чего и почему. Также, нужно понимать и еще один момент. Что, желая вступить в брак, вы невольно рисуете образ этого самого брака. То есть, идеальный образ семьи. И под этот идеальный образ семьи, как ни странно, вы пытаетесь или обязательно будете пытаться построить других людей. В частности, своего мусимуза. То есть, в некоторой степени враг для вас идеализирован. И помимо того, что он идеализирован для вас с точки зрения желаний. То есть, образ брака обусловлен именно желаниями вашими. То есть, то, чего вы хотите, по вашему мнению, можно получить в браке. Так вот, помимо этого, помимо этого, еще будет дело загубляться тем, что вы будете как-то вот стараться подстроить под свое видение семьи, да, людей. И что будет, если мужчину вы будете пытаться подстроить своего, если вы будете пытаться подстроить ребенка своего под ваше видение семьи. Ну, наверное, ничего хорошего из этого не получится. Поэтому, подумайте обо всем том, что я сказал. А если вы хотели именно погадать, то переадрешуйте свой вопрос в раздел эзотерики. Ну, а с точки зрения психологии все эти моменты нужно проработать, чтобы помочь вам таки выйти замуж и таки достичь результата, который вы хотели бы. И, исходя из этого, значит, исходя из этого уже корректировать свое поведение, корректировать свою стратегию действий и планирования. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за оценку. Желаю вам всего самого доброго и удачи!